Здравствуйте, в эфире новости на канале СКАД, в студии Александр Семенов. Элстаси Шамшурина, ДТП с пострадавшими в Тольятти. Прение по делу экс-директора гимназии номер один и очередное задержание полицейского, которого подозревают в получении взятки. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. В Самаре сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника отдела полиции номер 7 городского управления МВД. Ивана Нещадимова подозревают в получении взятки. По данным следствия, 8 августа от некоего гражданина сотрудник полиции получил 200 тысяч рублей за беспрепятственный забор на территории Куйбышевского района Песка и его транспортировку. Сейчас задержанным работают следователи. Семь лет лишения свободы. Такой приговор прокуратура просит назначить бывшему директору Самарской гимназии номер один Любови Картамышевой. Напомним, её задержали в августе прошлого года по обвинению в вымогательстве и получении взятки в 800 тысяч рублей. За эти деньги, по данным следствия, Картамышева обещала принять в гимназию двух школьниц. Один человек пострадал в результате ДТП в Тольятти. Авария произошла около пяти вечера 9 августа на улице Громовой. По данным ГИБДД, при развороте на проезжей части 52-летний воитель иномарки не пропустил легковушку, воитель которой в результате ДТП получил травму руки. Медицинскую помощь ему оказали на месте. 2900 бюллетеней переданы в областную избирательную комиссию. В ближайшее время их доставит в Центр избирком. А затем за рубеж в Абхазию в день голосования 9 сентября на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу Самарской области будет работать два избирательных участка. Наш корреспондент Павел Баймаков продолжит. На этих станках и были изготовлены бюллетени для голосования. 2900 экземпляров. Они напечатаны специально для того, чтобы граждане России, которые 9 сентября по тем или иным причинам будут пребывать в соседней республике, смогли отдать свой голос. За изготовлением бюллетени наблюдала специально созданная рабочая группа областберкома. В процессе изготовления члены избирательной комиссии Самарской области наблюдали, контролировали плотность бумаги, чтобы не было вкраплений на бюллетенях, чтобы не было испорченных бюллетеней, замятых. Под охраной сотрудников полиции, соответственно, изготавливались бюллетени. Безопасность гарантируется не только на этапе изготовления. По словам руководителя типографии, подделать бюллетени невозможно. На лицевой стороне нанесена тангерная сетка, которую мы разработали специально, с множеством тонких и увеличенных линий. Изготовить ее где-либо в другом месте невозможно. Смесевая краска зеленого цвета, где-то порядка 6 цветов использованы в ней. То есть тоже изготовить где-либо невозможно. Подсчет производится на автоматической машине, точно 100%. В ближайшее время посредством спецсвязей бюллетени будут доставлены в Центр избирком, затем в Абхазскую республику. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Пятница, а значит выпуск, продолжает рубрика «Ваши деньги». Александр, что расскажете на этой неделе? Самая ценная и полезная информация для потребителей прямо сейчас. Начинаем с достаточно занимательной новости. Возможно, кто-то с ней и не согласится. Но, как известно, статистика штука упрямая. Если у одного человека 9 яблок, у другого одно, а вместе у них по 5 яблок. Так вот, в России выросла средняя зарплата. Такие данные предоставляет ряд интернет-источников со ссылки на Росстат. Показатель вырос до 42 500 рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда среднемесячная начисленная заработная плата составляла 38 000 рублей. Также этот показатель оказался на 8% выше, чем средняя зарплата за весь 2017 год, которая немного превышала 39 000 рублей. А теперь о валюте. Тема, которая получила повышенный интерес в последние дни. А связана это с ослаблением рубля относительно американского доллара и евро. Банк России объяснил, что повышенная в последние дни волатильность курса нашей национальной валюты является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Ситуация на контроле, в частности для ограничения волатильности ЦБ, может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила. Официальный курс евро, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился почти на 15 копеек. До 76 рублей 70 копеек доллар вырос почти до 67 рублей. А теперь расскажу о ценах на прилавки города. По итогам этой недели снова подешевели свежие овощи. Огурцы минус рубль, помидоры минус 80 копеек, перцы минус 50. Также переписали ценники на черный чай. Он стал стоить меньше почти на рубль. За упаковку несколько снизилась стоимость и гречка. Это, скорее всего, связано с акциями в крупных сетевых супермаркетах. А вот 30 стал стоить на 30 копеек дороже. Настолько же увеличилась стоимость и пшено. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне без изменений. Также отмечу, что в различных торговых точках цены могут отличаться, причем достаточно значительно. Так что для своей же выгоды стоит поискать наиболее приемлемое предложение именно для вас. И на этом у меня все, Анастасия, берегите ваши деньги. Спасибо, Александр. Продолжаем выпуск. Грушинский фестиваль попал в топ в Самаре. Горожане массово займутся спортом. На фестивале «Жигулевская вишня» пройдет конкурс пирогов и лотереи. Подробности в нашем обзоре. Грушинский фестиваль вошел в топ российских событий. Слет бардов обошел ростовское детство и молочные реки в Подмосковье. В прошлом году насладиться звучанием авторской песни приехали свыше 20 тысяч человек. В год проведения чемпионата мира сроки проведения груши перенесли. Открылся он 9 августа и пройдет до 12 числа. Несмотря на популярность, Самарский фестиваль уступил речному карнавалу в Санкт-Петербурге и фестивалю средневекового боя в Татарстане. В субботу, 11 августа, самарцы массово займутся спортом. Горожане отпразднуют таким образом День физкультурника. На набережной для самарцев подготовят 50 спортивных и интерактивных площадок, которые начнут работать в 10 утра. Тренировки, мастер-классы, показательные выступления атлетов, конкурсы, призы, выставка славянской культуры, легкоатлетический забег, а также соревнования по футболу, волейболу, теннису, фризби, стритболу, экстремальным и силовым видам спорта. Провести время с пользой игроране смогут на второй очереди набережной от Маяковского до Полевого спуска. В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня». 11 августа для гостей устроят конкурс пирогов, конкурс вишневого костюма, ярмарку ремесленников, мастер-класс и концерт. Встретят любителей «Ширяевской вишни» народный ансамбль «Вольница». Организаторы обещают песни, забавы и угощения. Праздник начинается с 9 утра и продолжается до 8 вечера. Познакомиться с программой можно в группе фестиваля «Жигулевская вишня». Лето в самом разгаре и россияне активно ищут информацию о том, что связано с самым теплым временем года. Где отдохнуть недорого летом в России на море, цветники и клумбы, фонтаны в Петергофе, что такое крафтовое пиво, турецкие курорты и во сколько смотреть футбол. Это самые популярные запросы с 17 июня по сегодняшний день. А теперь перейдем к предпочтениям среди жителей региона по итогам прошедшей недели. На пятом месте «Зомби-бой». Канадскую модель и рекордсмены Гиннесса, известного под псевдонимом «Зомби-бой», нашли мертвым в своем доме. Канадец не дожил до своего 33-летия несколько дней. Изначально выдвигалась версия о самоубийстве, но его родные уверены, что это точно не суицид. На четвертом месте матч крыльсоветов Оренбург. 5 августа самарцы проиграли гостям со счетом 0-3. На третьей строчке развод Петросяна и Степаненко. Артистка намерена отсудить у звездного супруга 57% имущества. Петросян и Степаненко впервые публично прокомментировали свой развод 8 августа. Они призвали общественность не превращать их личную жизнь во всероссийский скандал. На втором месте один из крупнейших магазинов техники, который уходит из России и объявил тотальную распродажу. На первом месте игра «Момо-ватсап». Суть ее в том, что молодые люди получают сообщения со сценами насилия и затем вынуждены выполнять разные приказы. Из-за отказ подростки получают угрозы. Ряд российских СМИ называют игру смертельной, ссылаясь на самоубийство 12-летней девочки в Аргентине. Незадолго до смерти девочка переписывалась с Момо. Крылья Советов готовится к очередному матчу в чемпионате страны. Они сыграют с Ростовом для наших парней. Дуэль пройдет в гостях в эту субботу. Южане опасные и серьезные соперники. С ними надо держать ухо востро. Да и терять сейчас очки подопечным Андрея Тихонова не стоит. Шансы Волжан на это противостояние оценили корреспонденты Самарского телевестника. Крупное поражение от Оренбурга оставило много вопросов. И не только со стороны болельщиков. Есть над чем задуматься. Но как говорят в команде, соответствующая работа над ошибками уже проделана. И футболисты приложат максимум усилий. Чтобы такого больше не повторилось. Крылья Советов готовились к матчу с Ростовом практически в полном составе. За исключением Сергея Корнеленко, Максима Канунникова и Олега Ланина. Которые восстанавливаются от повреждений. Также в обойме нет Срджана Мияйловича. Футболист сейчас восстанавливается после операции. В памяти по-прежнему игра с Оренбургом. Увы, но такие разгромы забываются не скоро. Сами футболисты не ищут себе оправданий. Напротив, говорят, что поражение должно подстегнуть к более усиленным тренировкам. Также матч показал все недочеты Крыльев. С реализацией не повезло. Какие-то моменты помешали друг другу. Какие-то моменты просто элементарно не попали. В принципе могли. Как минимум на один гол точно играли. По поводу того, что тактически команда Оренбурга стала играть более надежно в обороне. И они практически все команды защищались. При этом мы создавали моменты. В Ростов-на-Дону крылья Советов отправятся сегодня вечером чартерным рейсом. Южане на данный момент одни из лидеров турнирной таблицы российской премьер-лиги. Команда в своем активе имеет две победы. А вот у Волжан в этом сезоне пока одна ничья и одно поражение. Пора наверстывать упущенное. Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ О других не менее заметных спортивных событиях в жизни региона в видеообзоре наших корреспондентов. Баскетбольный клуб «Самара» начал подготовку к новому сезону. Все игроки уже прошли медосмотр и вышли на паркет. Работа пока будет втягивающей. Никаких усиленных занятий. В основном на функционалку и выносливость. Напомню, в межсезонье ряды Волжан покинуло несколько основных игроков. Но им уже нашли замену. К нам в город приехали играть новые и амбициозные баскетболисты. К слову, и задача на сезон. Перед клубом вновь будут стоять самая серьезная борьба за золото российской баскетбольной суперлиги. Хоккейная «Лада» на домашнем льду проиграла одному из лидеров ВХЛ – Альметьевскому «Нефтяннику». Итог совсем уж неутешительный. 0-3. После вылета из континентальной хоккейной лиги, судя по всему, волжане никак не найдут свою игру. Остается надеяться, что это временно. И уже к началу нового сезона Тольятинская ледовая дружина покажет свой класс. Напомню, что первое противостояние для «Лады» пройдет в Самаре 6 сентября. На своей площадке их примет местный ЦСКА ВВС. И это будет весьма интересное волжское дерби. Анастасия Павлюченкова закончила свое выступление в Монреале, проиграв в трех сетах Симоне Халеб. Счет 6-7, 7-9, 6-4, 5-7. Пишут спортивные интернет-издания. Продолжительность поединка, прерванного накануне из-за дождя в середине первого сета, составила 3 часа 7 минут. 27-летняя уроженка Самары, занимающая 28 место, в рейтинге WTA, исполнила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок. А ее оппонентка трижды подала на вылет при 4 двойных. Обе теннисистки сделали по 5 брейков. У нас же на этом все интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok